Ну вот, пожалуйста, упражнение с алибардой. Пудао называется. Лилина Генната по-японски. Да, Алексей Назинкин делает. Это вот один из видов традиционного оружия в ушу. Вообще масса этих видов оружия, их сотни. И они очень красивые, зрелищные, техника своя. Вот это всё можно увидеть на чемпионате России по традиционному ушу. Смотрите, как они, банально, какие проходят. Да, и напомним нашим телезрителям, тех, кто, возможно, первый раз сталкивается с таким необычным видом оружия. Это вообще и секира для калийрийского боя. Да. Или еще рыбища. Очень мощный и очень такой грамотный, то ли, с точки зрения именно ведения боя. Вот Лена Незамуддинова показывает Траннан Цюань. Это кулак богомола, имитация движения насекомого. Есть целый раздел в ушу, Сянсин Цюань, имитирующее направление, где имитируется животное, и даже вплоть до движения опьяневшего, в общем, популярную Цюй Цюань, это имитируется движение опьяневшего воина. Это богомол. Один из видов тоже соревновательной программы в традиционном ушу. Очень красивые движения, видите, захваты, имитирующие положение лапок богомола. Как вы знаете, у богомола они очень развитые, он может ими ловко охватывать добычу. Ну да, и съедать до панциря. Для тех, кто был хоть раз на Ахтубе, или где-то в Верховье, где будет богомола. Движения богомола быстрые и сильные, но в то же время точные. Ну вот работа с прямыми мячами уже. Это тоже вот элемент групповых выступлений, московские девушки делают. Но очень красиво, видите, здесь отработано уже на порядок выше, чем... Очень красиво смотрится, когда это синхронно делается. Да. Это изумительное зрелище. И к вопросу о базовой технике, здесь тоже видно, что... Видно, что они все высокого достаточно уровня. Это и чемпионка многоборья этого года. Светлана Журкина, и Вика Кондратова второе место, и Аня Мычукова. Видите, хотя Аня делает совсем другой вид короткого оружия, она владеет Эдзианем. Это универсальная такая спортсменка. Евгений Севастьянов показывает шаолиньский кулак, знаменитый шаолинь-сюань. Такой линейный вид ушу, выполняется по прямой линии, достаточно простой, жесткий. В шоу-журе у меня очень такой эффективный вид ушу. А в плане эффективный? У него, в отличие от спортивных комплексов, очень мало движений на эстетику и больше таких реальных прикладных атак. Если это двойные удары кулаком, удары ногой, видите, он такой более похожий на бой стене у боксеров даже. Нет низких позиций, сильно растянутых. Но видно, что техника, к чему она, так сказать, делается. Потому что этот вид традиционно не претерпел изменений, никаких трансформаций с целью повысить его эстетическую составляющую. Вот он как был, допустим, там сто лет назад, таким он и остался. Это вот типичное для буддийского монаха положение медитативное. Цзо Чхань называется, сидеть в дзенской медитации. Но оно вставлено вот в комплекс. Интересный вид. Интересная находка, на самом деле. Это понятное дело, что мы не будем путать... Это традиционная ушу. Мы не будем путать со всякими реальными поединками. Конечно, никто в реальном поединке себе не сядет медитировать. Да. Затем, чтобы получить луголь по голове аккуратно за этой позу. Дань традиции такая. Да, ну и красиво. Василий Шамбин, бадзить вань. Один из видов ушу традиционных, который называется кулак восьми пределов. Считается, что он вот развивался на территории восьми княжеств, которые граничили друг с другом. Тоже такой жесткий стиль, похожий на карате. И что характерно, постоянно воевали. Да, да, да. Между собой был период враждующих царств целый. Джанго назывался. И многие стили в ушу как раз из этой военной практики, постоянной войны, которая иногда столетиями продолжалась. Это дало такой импульс развитию многих видов воинского искусства. Откуда черпают свои... Где лежат корни в ушу. Вот коротко и выразительно. Действительно, здесь... Да, такой емкий стиль, но очень красивый, чистое движение. Николай Юртаев. Мы его видели уже на соревнованиях. Он сейчас делает на показателях полком. Насколько мы с вами беседовали до трансляции, у Николая Юртаева есть такая особенность любопытная. Показательный делает идеально. Идеально. Вот посмотрите, он без единой ошибки сейчас все сделает. Очень четко фиксируется, нигде не дрожит, не трясется. А на соревнованиях сгорает. Вот это особенность его, так сказать. Вот, пожалуйста, скорость бешеная. Великолепно делает. Просто великолепно. Очень красиво. Видите как? И без ошибок хватает, подбрасывает палку. Четкие фиксации красивые. Молодец. Так бы на соревнованиях. Потому что когда боится ошибиться, он начинает сгорать. И вот сидит Николай Егоров, президент Федерации Айкидо России. В прошлом тоже каратист известный. Мы с ним занимались вместе в одной секции. Владимир Михайлович Томилов. Еще Алексей Борисович Штурмина, который здесь тоже присутствует в центральной школе каратэ. Это тогда, когда только-только? Да. Ну все вышли из центральной школы каратэ. У нас один учитель, это Алексей Борисович Штурмин. Сейчас уже заслуженный тренер России. Ему это звание будет присвоено в ближайшее время. За его выдающиеся, я не побоюсь этого слова, заслуги. Он подготовил целую плеяду мастеров, которые сейчас возглавляют множество федераций. Каратэ, ушу, айкидо. Все ученики, кстати, Штурмина. А вот это уже что-то любопытное. Вот это девятизвенный стальной хлыст, который делает Сергей Суховей. Посмотрите, насколько сложные движения. Девять звеньев в стальной цепи, флажки в качестве противовеса. Интересно, видите, вокруг шеи обматывает, за спину уводит, прыжки выполняются, под собой пропускает. Даже в положении лежа, посмотрите, как любопытно. Вот это уже здорово. Кстати, человек колкается ягодичными мышцами. Это вообще достаточно уникально, да? Видите, как зрители встречают такими аплодисментами. Очень сложный вид, один из видов традиционного оружия. И опять же, флажки, вот эти вот, они дают такой звук характерный. Это дают характерный звук, да. Видите, как ребятам очень нравится, что этот звук, он очень зрелищный. Все временно показательность, как я на него демонстрирую. Это да, это такой казурной туз уже практически. Потому что те, кто смотрят, те, кто ходят на такие соревнования, безусловно, имеют какое-то отношение. Ну, или фильмы любят, или сами чем-то занимаются. Это, конечно, очень... Вот посмотрите, Радик Зарипов, Дмитрий, он сейчас демонстрирует Дитхан Сюань. Это один из видов ушу, очень акробатичный, где, так сказать, на земле обороняются. Масса приемов, там, кувырки, есть уникальные приемы самостраховки, падений. Зрелищнейший вид, тоже традиционный ушу. Видите, какое многообразие, колоссальное количество видов. Вот, посмотрите, спортсмен, что делает. Это, как бы, недоделанный китайский фляг. Есть такой элемент, но... Ну, ушу это вот отдельный элемент. Китайский фляг делается через стойку. Очень интересный, сложный, потому что грамотно упасть нужно, чтобы не травмировать спину. Но вот Радик владеет этим стилем блестящим. Да, и мало грамотно упасть. Надо еще очень здорово потом иметь возможность, чтобы ноги зашли за спину, чтобы толкнуться. И обратно упасть, и опять толкнуть. Вот еще интереснейшее выступление. Парный меч Швандао. Тагир Муратов тоже насыщенно сложнейшей акробатикой, крайне зрелищный вид. Тагир в свое время на Европе фурор произвел, когда... Ранда-цвист в Лешку. Посмотрите как. Шикарно. Очень красиво сделал. И на высокой амплитуде высоко выпрыгнул скорость. И мячи прям как молния у него. Как все-таки все спортсмены, это лично мое мнение. Не знаю, согласитесь или нет. Любят работать на показательных. Там не надо трястись. Там зритель, кто простит любую ошибку. Там зритель, кто простит любую ошибку. Очень эмоционально. Вот сидит Сергей Николаевич Рябухин, аудитор счетной палаты Российской Федерации, президент ассоциации Кёко-Синкай. И рядом с ним Валентин Васильевич Балахничев, заместитель председателя Госкомспорта, президент Федерации Легкой Атлетики. Они все пришли на этот праздник для того, чтобы поболеть за наших спортсменов. Ну, а вот то, что мы прекрасно знаем по фильмам. Вот танец льва. Не то лев, не то дракон. Ну, да. Львы никогда не водились в Китае, поэтому он такой сильно трансформированный, но называется танец льва. Это южный лев. Наньши, так называемый, в фильме о Хуанфейхуне, у Джеки Чана, можно часто их видеть. Это непременный атрибут, принадлежность любой школы в Ушу традиционной. Ну, вот у Федерации Ушу России тоже эта традиция сохранилась. И это очень интересно. Видите, они такие красивые. Выполняют два спортсмена. Один держит спину льва, другой маску. Львы моргают глазами, открывают рот, трясут ушами, делают движение Ушу. Все это очень зрелищно и эстетично. Ну, ко всем прочим, надо хорошо работать днем, чтобы в этом льве не запутаться. Такое очень. И вот Света Журкина и Алиса Терехова. Они завершают программу. Да, чемпионки России по юношам и младшим девушкам. Ну, еще раз бы хотелось напомнить вам, многоуважаемые телезрители, результаты. Чемпионкой России стала Екатерина Стенищева, а чемпионом России стал Алексей Лихов. Ну, а для вас эту трансляцию вели государственный тренер Российской Федерации по восточным единоборствам, заслуженный тренер России Глеб Музруков и комментатор телеканала «Спорт» Дмитрий Бабцов. До свидания, друзья. Любите ушел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok